Россия – начало 20 века, город Санкт-Петербург. Техническое бюро «Автомобиль-клуб» предлагает российским автолюбителям познакомиться с маркой «Рено» и предлагает автомобили модельного ряда 1905 года. И уже в 1908 году на международной автомобильной выставке в Москве «Рено» была присуждена золотая медаль. Марка становится популярной в России. В 1913 году «Луи Рено» избирается председателем Ассоциации автомобильных производителей Франции. И именно в это время автопарк российского императора Николая II насчитывает уже более пяти автомобилей «Рено». «Рено» прочно ассоциируется с гарантией качества и надежности. В годы Первой мировой войны компания «Рено» оперативно переходит на выпуск военной продукции и таким образом становится основным поставщиком автомобилей различного класса для русской армии. В 1916 году Петроградское акционерное общество «Русский Рено» открывает первый завод в Рыбинске. После революции 1917 года общество «Русское Рено» национализировано. Но тем не менее марка «Рено» пользуется популярностью у высшего руководства молодой республики и влиятельной интеллигенции. В 1925-м руководство Москвы закупило 15 первых такси. Владимир Маяковский привозит из Парижа «Рено-НН». Но ставка на индустриализацию страны и собственное производство Советской Республики вносит значительную паузу в экономических отношениях, которые возобновляются лишь в 1960 году. В 1968-м открывается представительство компании «Рено» в Москве. В 1970-м компания «Рено» заключает соглашение по развитию автомобильной промышленности Советского Союза на сумму 750 миллионов франков. В результате к 1980-му году четверть российских автомобилей производится с использованием технологий «Рено». 2 июля 1998-го года создается открытое акционерное общество «Автофрамос» – совместное предприятие «Рено» и правительство Москвы. В 1999-м начинается сборка автомобилей «Рено Меган» и «Рено Символ» в Москве. В 2003-м начинается строительство завода. Знаковым для истории русского «Рено» становится 2005-й год – год официального открытия завода «Автофрамос» и начала выпуска модели «Логан», которая впоследствии становится народной маркой на территории России. 2008-й год ознаменован продолжением обновления модельного ряда. Это отражает стремление «Рено» к компании, открытой новому и близкой к людям, быть в авангарде всеобщего автомобильного движения. А основные ценности «Рено» – человечность и энтузиазм – отмечает новую эру в создании и использовании автомобиля.